Добрый день, уважаемые коллеги! Я рад вас приветствовать на нашем вебинаре, первом вебинаре на этой неделе. Сегодня первый вебинар на неделе, и сразу такой аншлаг. Сегодня, к сожалению, снова будет превышен лимит нашей вебинарной комнаты, несмотря на то, что меньше месяца назад мы его удвоили до 200 человек. Но, однако же, тем, кто уже здесь имеет смысл радоваться, что они успели войти, у меня, как всегда, несколько вполне обычных объявлений. Первая из них, это вот вы видите красную надпись о том, что по первой ссылке из тех, которые я привел, вы можете познакомиться с нашим расписанием на весь наш год учебный вплоть до июня месяца и зарегистрироваться на интересные вебинары. И второе, это ссылка на наш видеоканал на ютюбе. Я рекомендую вам зарегистрироваться на нем. И, предвосхищая все вопросы, запись этого вебинара ведется, и этот вебинар тоже будет выложен на наш канал на ютюбе. Ну и я хотел бы прорекламировать следующие наши вебинары. Даже не два, как обычно, а три. Вот такие вебинары нас ждут. На этой неделе два раза я вас приглашаю на свой вебинар. Завтра будет вебинар по новым выпускам «Артотеки». Бердинский бестиарий, Серебрякова, Звезда Пресветлая, Надя Рушева, Последний день Помпеи, Рубенс и многие другие. Расскажу подробно о контентной составляющей проекта «Артотеки». Те из вас, кто на прошлой неделе был на вебинаре, посвященном «Артотеке», это в некотором смысле продолжение вебинара. А те, кто не был, все равно могут посетить, потому что там пойдет речь именно о контенте, и это достаточно будет интересно тем, кто интересуется искусством. И второй мой вебинар 14 декабря пройдет. Начинается серия моих вебинаров, посвященная учебному видео, и первая из них – это типология учебного видео, как преподавателю выбрать подходящий формат. Вот, рекомендую всем посетить этот вебинар. Да, ну и что-то я увлекся. И послезавтра, 13 числа, третий вебинар из трека вебинаров «Степика». Наталья Феофанова проведет вебинар «Степик. Дополнительное профессиональное образование онлайн». Вот, тоже предполагаю, что это будет очень интересный вебинар. Два предыдущих вызвала достаточно большой интерес, так что все приходите. Анна Борисовна, лично мне на почту, пожалуйста, продублируйте, что и как не пришло. Вот, и тогда я вам отпишусь и прямо, отвечая на ваше письмо, пришлю ссылку на ваш сертификат. Ну что ж, все. Да, я, как всегда, хотел бы, раз уж мне напомнили про сертификаты, сказать, что все присутствующие здесь получат сертификаты. Если вам сертификаты не пришли по какой-то причине через 2-3 дня, пишите мне. Мы это решим в частном порядке уже. Ну, все, а теперь я передаю слово Марине для проведения сегодняшнего вебинара. Марина Анатольевна, прошу вас. Уважаемые коллеги, меня слышно, видно. Если слышно, поставьте, пожалуйста, плюсик в чате. И мы тогда, наверное, приступим к нашему сегодняшнему вебинару. Да, спасибо большое. Отлично. И тогда мы сегодня с вами начнем наш разговор и будет посвящен он виртуальным выставкам. Мы с вами сегодня немного поговорим о том, что такое виртуальная выставка и какие инструменты можно использовать для ее создания библиотеки. Вообще не секрет, наверное, что выставочная работа одна из самых важных, наверное, библиотеки на сегодняшний день. И постепенно такую же равноправную часть этой выставочной деятельности – это виртуальные выставки. Их организация и проведение уже дело привычное в библиотеках. И поэтому есть смысл об этом говорить, рассказывать, рекламировать свои выставки. Особенно это актуально, если у библиотеки есть свой блог или сайт или группа в социальной сети. Тогда виртуальные выставки становятся полноценным информационным продуктом, который можно публиковать, рекламировать, привлекать читателей. Если поговорим о том, что же это такое, какое определение дают различные исследователи. Традиционно виртуальная выставка – это публичная демонстрация в сети интернет с помощью веб-технологий, каких-то виртуальных образов печатных изданий, специально подобранных по теме и систематизированных. Кроме печатных изданий, виртуальные выставки могут представлять практически все, что угодно. Это могут быть и какие-то электронные ресурсы, и гиперссылки на какие-то важные сервисы, сайты, какую-то информацию, опубликованную в сети интернет. Это могут быть и выставки творческих работ читателей, и какие-то другие варианты. Но я думаю, по ходу вебинара мы уже поподробнее поговорим об этом. Если опять-таки сравнивать виртуальную традиционную выставку, то к плюсам виртуальной выставки, наверное, стоит отнести прежде всего ее доступность. Читатели могут посещать выставку, даже находясь за пределами библиотеки, вообще ее не посещая, заходя на сайт или в блог библиотеки, увидев выставку, они могут заинтересоваться и прийти уже в библиотеку, познакомиться с ней подробно. Либо, если она доступна, все книги на ней доступны, то можно практически никуда не выходя, с ней знакомиться. На виртуальной выставке можно представить любое количество документов. Здесь ограничений нет. Есть какие-то книги, выставки совершенно небольшие по формату, 5-6 книг. Есть действительно большие, с развернутой навигацией. И все это совершенно доступно для просмотра в любой момент времени. Для читателя это очень удобно. Кроме традиционных материалов, на выставке можно представить различные дополнительные. К плюсам здесь наверняка можно отнести аудио и видео. Если на традиционной выставке мы, как правило, не имеем возможности все это демонстрировать и показывать, то вот на виртуальной выставке во всей красе можно это продемонстрировать. Например, буктрейлеры, прорекламировать свои какие-то аудиозаписи, если они в библиотеке ведутся и так далее. Ну и наконец, по сравнению с затратами по времени и по оформительским работам, наверное, виртуальная выставка все-таки выигрывает с точки зрения минимализма. Как правило, для таких выставок выбирают очень простое программное обеспечение. PowerPoint чаще всего здесь используется. Ну и не нужно тратить деньги на оформление, на услуги художников, допустим, какие-то другие варианты. Каждый библиотекарь может совершенно самостоятельно и без проблем простую виртуальную выставку очень просто создать. Как правило, виртуальная выставка – это прежде всего какая-то обложка книги, ну если мы говорим о печатных изданиях, да. Как правило, отсканированная обложка располагается. Далее, возможно, дается аннотация к этой книге, либо какой-то интересный фрагмент из нее, который заинтересует читателей, а не ту книгу хотят взять, почитать. Библиографическое описание. А что бы еще можно было добавить на виртуальную выставку? Я сначала хотела провести такой опрос, но потом, когда у меня набралось уже 15 вариантов ответа, я поняла, что это как-то не самый лучший вариант опроса. Поэтому я этот вопрос адресую вам в чат. Все вы наверняка и видели виртуальные выставки, а может быть и сами их создавали. Как вы думаете, вот чем можно заинтересовать читателя, довольно искушенного уже, который видел практически все, что можно было увидеть в сети интернет, как бы виртуальная выставка могла заинтересовать? Вот исключительно с вашей точки зрения. Если какие-то варианты будут, вот в чате я немножко сейчас подожду, я постараюсь их прокомментировать и, может быть, что-то добавить. И мы совместными такими усилиями попробуем создать виртуальную выставку «Идеал». Так, пошли ответы. Гифки, иллюстрации, отрывки рецензий на книгу. Да, согласна, это отличный способ. Ссылки на отзывы читателю. Это здорово. Да, цепляющий заголовок тоже. Анимация, визуализация, да, абсолютно согласна с вами. Цитаты из книги, да, обязательно. QR-коды, да, вот это тоже здорово, когда можно с мобильного устройства просматривать выставку с помощью QR-кода. Ссылки на источники информаты, да, цитаты, конечно, куда без этого, особенно если мы печатных изданий. Да, цитаты – это хорошая вещь. Виртуальные полнотекстовые издания. Да, было бы здорово, если бы на выставке можно было бы познакомиться полностью с книгой, если бы она, допустим, была в оцифрованном виде, и можно было ее читать прямо онлайн. Музыкальное оформление, да, это тоже здорово. Книги с партитурами, нотами можно озвучить, да, и не только, мне кажется, с нотами, можно озвучивать любую художественную литературу, мне кажется. Музыка, аудио, видео, да, какие-то интересные факты о книге. Информация о произведении интересная, естественно, да. Интерес к выставке связан с темой ссылки, фотографии, информация, да. Электронные издания, ссылки на сайты, библиографический обзор, да. И буктрейли, совершенно с вами согласна. Спасибо большое за ваши подсказки. В общем, действительно, вот если все-все-все собрать это в выставке, то, наверное, она получится идеальной для читателей. Ну, все зависит, конечно, от читательского предназначения, для кого, но для взрослых, для детей. Я бы еще добавила, что если вы, допустим, работаете в школьной библиотеке или в детской, то на выставке можно какие-то придумать, продумать вопросы, викторины, игры. Вообще это кроссворды, может быть, даже. Вообще это здорово не только для детей и читателей, но у нас и взрослые с удовольствием отвечают на вопросы викторин. Это тоже можно. Тем более виртуальные выставки сейчас дают возможность. Я вам расскажу о том, как это можно сделать чуть попозже. Это тоже вызвало бы, наверное, интерес у читателей. Давайте посмотрим. Я попробовала посмотреть в интернете и из своего опыта подумала, вот какие бы выставки чаще всего используются в библиотеке. Вот небольшой список составил. Это, конечно, не все, но все, что мне показалось интересным. Ну, традиционные, конечно, куда без них, книжные, журнальные, газетные выставки различных печатных изданий. Может быть, выставка одной книги или любого какого-то другого одного издания. Музыкальные выставки уже появляются, где представлены различные музыкальные файлы, записи, аудио. Бывают видеовыставки, где представлены, допустим, экранизации произведений, буктрейлеры, разные спектакли, слайд-шоу. Очень популярны стали выставки творческих работ читателей библиотеки. Особенно если библиотека детская, это вообще здорово. Выставляются и рисунки, и презентации. Мы, например, делали выставку комиксов. С участниками мастер-классов мы делали выставку лонг-ридов. И такие варианты бывают. Бывает выставка тематическая подборка ветпресурсов. Вот то, о чем в чате мы говорили. Какие-то интересные ссылки, подобранные по теме, это тоже было бы здорово. Еще вот такая для меня новая, может быть, кто-то слышал, кто-то даже выполнял такую работу. Называется вот такая выставка пресс-клиппинг. Сейчас я вам в чат пошлю ссылку. Вообще, забегая вперед, скажу, что ссылок сегодня будет очень много, поскольку лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Вот как это выглядит. Наверное, когда-то в библиотеках занимались тем, что подбирали какие-то интересные статьи из газет, из журналов по какой-то тематике. Мы, например, тематические досье составляли с ксерокопиями публикаций из газет по истории Мурманска. Были у нас такие тематические досье. Вот сейчас это все красиво оформляется в электронном виде, называется это пресс-клиппинг. То есть это интересные публикации из газет, журналов, из другой периодики, которые организуются в виде такого интересного плаката, какого-то слайда, на котором эти ссылки размещаются. Переходя по этим ссылкам, читатели могут знакомиться с этими газетными, журнальными публикациями. Вот я вам ссылочку послала на пресс-клиппинг одной из библиотек по теме безопасность в интернете. Вот сейчас такое модное слово появилось для обозначения таких выставок. Ну и бывают, наконец, выставки-открытки. Небольшие по формату, где представлены, а у всех не открывается. Должна открываться. Ссылка. Выставки-открытки небольшие по формату, где, как правило, представлено одно произведение, и к нему какой-то дополнительный фон. Например, озвучка, аудиосопровождение, музыка. Да, открывается ссылка, рабочая. Спасибо большое. Вот такой способ тоже представить свой фонд. Давайте посмотрим, как же все это работает, как это все можно своими руками делать. На самом деле все очень просто. Я уже сказала, что виртуальные выставки, как правило, выполняются, прежде чем, если не онлайн, а на своем компьютере, то, как правило, на основе PowerPoint они в основном делаются. На слайдах располагаются книги и какая-то другая добавочная информация. Но выставка, чтобы она была действительно виртуальной, ее нужно где-то опубликовать в сети. И для этого есть несколько вариантов. Я вот подобрала такие. Первый вариант – это сервис SlideBoom, который условно бесплатный. Он позволяет создавать не менее 100 публикаций. Вы загружаете все то, что очень просто. Вы регистрируетесь, затем загружаете презентацию, даете ей описание, подставляете ключевые слова, если это нужно. Обязательно выбираете тематику. Например, там есть тематика образования, культура, язык выбираете русский. Дальше немножечко настроек. Вы, например, можете разрешить скачивать вашу презентацию, если хотите. Если не хотите, можете это запретить. После этого вы соглашаетесь с условиями, загружаете ее на сервер этого сервиса. Сейчас я вам ссылку отправлю на одну такую презентацию. На ней можно сразу посмотреть, в каком формате будет загружена ваша презентация, если вы захотите воспользоваться этим вариантом. Так, минутку, сейчас мы в чат отправим ссылку. Так, вот она. Стоит обратить внимание на этой выставке, на то, что здесь работают ссылки, на то, что здесь есть навигация. То есть вы, переходя по меню, можете в любой раздел выставки переместиться. Это показывает то, что сервис достаточно аккуратно обращается с гиперссылками, потому что иногда при публикации в сети ссылки могут пропадать, их активность исчезает. Здесь все довольно аккуратно получилось, гиперссылки сохранились, шерифты друг на друга не наехали, картинки тоже остались на своем месте. Это очень здорово. И вот с этой точки зрения слайд бум работает очень и очень хорошо. Он мне нравится. В отличие от того же слайд шея, который постоянно на территории России блокируется. И в итоге пришлось от него отказаться. Вот слайд бум пока, к счастью, доступен и с ним можно работать. Другой вариант, наверняка вам хорошо знакомый, Коломео. Для тех, кто впервые о нем слышит, несколько слов расскажу о нем. Коломео – интересный сервис тоже для публикации презентаций. Их можно публиковать как в обычном формате презентационном, так и в формате PDF. Вот одна ссылка на традиционную такую выставку. Там есть и обложки книг, и аннотации, и библиографическое описание к ней. И второй вариант – это была наша выставка. Сейчас вторую ссылку пошли в чат. Выставка читательских предпочтений. Мы собирали отзывы читателей о книгах, и потом их оформили вот в такую выставку. И опять-таки самим читателям ее предложили. Сервис сейчас русифицирован, в нем стало работать намного проще. Раньше-то был несложный, сейчас еще проще. Он позволяет, дает 15 гигабайт свободного места. И вы можете здесь создать в рамках вот этого пространства неограниченное число публикаций. В каждой публикации может быть до 500 страниц. Это вообще, по-моему, очень шикарные условия для публикации своих презентаций. Но опять-таки по слайдам можно посмотреть, как это делается. После регистрации загружаете свою презентацию, даете ей описание, если хотите, выбираете режим просмотра. Можно сделать автоматический, то есть слайды будут сами меняться. Можете сделать в виде книги, то есть она будет перелистываться. Вот как я вам парочку ссылок послала, как раз в таком режиме. Чтобы можно было или прокручивать, или просматривать по слайдам. Выбирайте, какой вариант вам нравится. А уже внутри этого определяетесь с оформлением, с тем, какая будет подложка, какого цвета. Тут даже можно и шелест страниц установить для полноты ощущений. Или фоновую музыку выбрать. Тоже здорово это все работает. Немножко дегтя в бочку меда, скажем так. У этой в iService тоже есть небольшие недостатки. Во-первых, здесь не всегда корректно шрифты будут отображаться, если вы работаете с PowerPoint, загружаете презентацию PowerPoint. Если вы какие-то артистические такие шрифты использовали, художественные, то могут не всегда корректно они отображаться. Поэтому можно попробовать тогда переформатировать в PDF. И вот PDF здесь отлично работает. Еще такой небольшой минус, то, что здесь реклама есть. Если вы будете делиться ссылкой с читателем, обратите внимание, пожалуйста, на это не все библиотеки благосклонно относятся. Если на сервисе есть параллельно с презентацией, еще какая-то дополнительная реклама. Это тоже такой небольшой минус. А так, в целом, сервис очень хороший, работает быстро, эффективно. И есть тут еще один такой плюсик небольшой, дополнительная возможность. Можно сконструировать книжную полку. Здесь есть функция создания одной папки. Жалко, что только одной. В эту папку вы можете загрузить несколько публикаций по одной теме, например, и сделать тематическую полку. Там есть кнопка, называется она «Виджет библиотека». Если нажать на этот виджет, то вам дадут код. Вы этот код вставляете к себе на сайт или в блог. И у вас получается вот такая качественная полочка. Правда, она не очень большого размера получилась, к сожалению. Но вот возможности таковы. Но вот несколько работ, например, на этой полке можно разместить и устроить вот такую вот полочную выставку. Мы вот, например, сделали выставку работ читателей библиотеки. Ну, еще один вариант, скажем так, конкурент «Коломелу», может быть, не такой известный, но интересный сервис, можно попробовать. Называется он «Флипснэк». Он более платный, скажем так. Бесплатно здесь можно создавать неограниченное число публикаций, но, к сожалению, внутри каждой публикации должно быть не более 15 страниц. То есть выставки должны быть очень-очень небольшие. Он чем-то похож на «Коломелу». Вы тоже здесь зарегистрируетесь. Выбираете формат, как будет выглядеть в итоге ваша презентация. Выбираете фоновую подложку. По умолчанию она серая, но вы можете ее раскрасить в любые цвета. Здесь тоже есть шорох страниц. Здесь можно даже первую обложку вашей выставки сделать, что называется, жесткой. Она будет как альбом у вас открываться. Единственный минус здесь на английском языке, сервис не русифицирован, но плюс, что здесь нет рекламы. При публикации у вас будет маленький водяной знак в самом низу вашей публикации, но это будет просто название сервиса, ничего более. Поэтому, в принципе, если есть такая возможность попробовать, то, мне кажется, сервис вполне достойный. Если же мы хотим не в Powerpoint работать, а вот прямо онлайн хотим создавать нашу выставку, то можно попробовать сервисы для создания онлайн-презентаций. Это удобно, во-первых, потому что не надо нигде ничего публиковать. У вас автоматически онлайн-презентация тут же сохраняется в сети. Вы просто код или ссылку получаете и делитесь. Второй плюс – эти выставки можно постоянно редактировать. То есть вы одну книжку можете убрать, добавить другую. Постоянно они у вас в личном кабинете есть, и вы туда их подставляете или убираете что-то лишнее. Это тоже очень интересно и удобно. Самый простой вариант – выставка Google на основе Google-презентации. Ну, я думаю, сервис хорошо знаком, в особых представлениях не нуждается. Он на русском языке, здесь достаточно удобно и просто работать. Другой вариант, те же самые возможности, ну, практически один в один, там плюс-минус. Другой сервис называется Zoha Show. Он не такой известен, как Google. Но вот даже по интерфейсу можно заметить, что они практически друг друга дублируют. Я попробовала сравнить, чем одно от другого отличается, и кто у кого выигрывает в этом противостоянии. Google-презентации все-таки работают быстрее, они более доступны. Если у вас есть Gmail-почта, вы в любой момент можете в Google-презентации зайти и начать создавать свою выставку. Zoha Show упор сделал немножко в другое. Если у Google все-таки больше внимания на быстроту, на практичность, на функциональность, то вот Zoha ушли в красивости. У них больше шаблонов оформления, у них больше анимашек, различных анимированных переходов. У них какие-то другие, вот тоже с красивостями связаны, больше набор шрифтов, например, есть и художественные. То есть в этом смысле вот Zoha немножко впереди по красивостям. Работает чуть медленнее, но это тоже вариант, особенно если у вас, например, на компьютере заблокирован Gmail, или не рекомендуется в библиотеке пользоваться сервисами Google, тогда вот Zoha Show, пожалуйста, можно им пользоваться. Здесь не обязательно заводить какую-то конкретную почту, вы с любой почты, с любого почтового ящика здесь можете регистрироваться и приступать к работе. Все остальное здесь, как в Google презентациях. Точно так же можно и совместную работу организовать, и чат создать с комментариями по ходу создания презентации. Это, например, хорошо, если вы какую-то совместную выставку с читателями создаете. Мы все привыкли, что презентации листаются слева направо, традиционно. А есть варианты, когда их можно листать не только справа налево, слева направо, но и сверху вниз, а то и в разных направлениях. Такое чудо можно устроить с помощью сервиса, который называется Slides. Он стал для меня открытием, возможно, существовал он и раньше, просто я о нем не знала. Вот в этом году узнала и попробовала. К сожалению, не узнала, в чем ограничение этого сервиса, вернее, пока не нашла информации об этом. Бесплатный есть аккаунт, он небольшой, 250 МБ свободного места здесь предоставляется для создания презентаций. Можно попробовать. Я вам вот ссылочку про литературных героев на экране телевизора положила в чат. Можете попробовать полистать эту презентацию. Там можно листать и, как традиционно, стрелочки внизу для навигации, так и сверху вниз, снизу вверх. А то и туда, и сюда одновременно. Получается такое многомерное пространство. Вот так выглядит рабочее поле в этом сервисе. Тут все, в принципе, не так сложно, может быть, посложнее, чем в Google презентациях, но разобраться возможно. Вам дается слайд, он выделен вот такой вот сеткой, разметкой. Внутри вы размещаете разные объекты. К объектам можно отнести тексты, картинки. Вы можете или со своего компьютера добавлять, или из сети. Видео из YouTube можно добавить. Различные линии, рамки, формы. Хорошая кнопка eFrame. Она добавляет различные встроенные объекты. Я вам говорила, что можно на выставку игры добавить, кроссворды, викторины. Вот с помощью eFrame это можно здесь сделать. Дальше. Даже вот математические какие-то формулы. Если у вас выставка техническая, то вот можно даже какие-то математические формулы и таблицы сюда вставить. Здесь еще с левой стороны можете увидеть такие значки в самом крайнем поле. Шестереночка, она дает настройку нашей презентации. То есть вы можете здесь, например, настроить автоматический просмотр, разрешить комментирование. Например, если у вас какая-то проблемная выставка, вы можете комментарии разрешить, и ваши читатели будут ее тут же у вас в чате обсуждать. Можно пронумеровать слайды. Это для того, чтобы читатели не запутались у вас по выставке. Потому что я когда начала смотреть примеры, то в некоторых выставках, правда, запуталась немножко. Вот нумерация здесь не помешает, чтобы ничего не пропустить и все увидеть. Вы можете настроить размеры вашей презентации под свой блок, например, подстроить. В общем, здесь варианты самые разнообразные. Вы можете на любой вкус и цвет подстроить свою презентацию. Ну а кисточка, она позволяет выбрать стиль оформления презентации, какой вам захочется. Единственный минус здесь английский язык. А так, простор для фантазии здесь не ограничен ничем. Но со слайдсом сейчас в библиотеках работают еще немного, не так часто, поэтому ссылок немного. Я вот одну нашла. Да, к сожалению, переводят не очень корректно, но издержки. Ну еще минус слайдса в том, что он может немножко рассчитан на сильные компьютеры. Иногда может подвисать. Вот единственное, что я заметила. Еще вариант презентации. Я вам в чат отправила ссылку, не пугайтесь, это озвученная выставка, она у вас будет с музыкой. Сервис называется Emaze. Это презентации с различными анимационными эффектами и в том числе 3D эффектами. Вот как раз 3D я вам в чат отправила. Это выставка, созданная по шаблону, которая называется художественная галерея. То есть вы как бы путешествуете по залам музея и просматриваете тексты, фотографии и другие различные объекты, которые на этой выставке представлены. Emaze сервис достаточно неплохой, мне нравится, в работе приятно. Единственное, что он требует достаточно сильного компьютера, потому что все эти 3D эффекты, это, конечно, возможности компьютера. Это дополнительная нагрузка на него. Бесплатно, к сожалению, можно создать только 5 таких 3D выставок, но создавать их несложно. На самом деле можно загрузить прямо готовую PowerPoint презентацию и потом просто выбрать шаблон какой-то. Шаблонов здесь достаточно много, бесплатные и платные. Можно выбрать на любой размер, а можно прямо создавать, вот как у меня сейчас на слайде, это как раз рабочее поле. Точно так же, как в PowerPoint есть слайды, на слайды добавляете разный контент. Это могут быть тексты, изображения, различные медиа, это могут быть аудио и видео по ссылкам. Можно добавить, вот есть кнопочка виджет, сюда же можно добавить, например, таблицы, материал из социальных сетей, например, Twitter, Facebook. Можно слайд-шоу с фотографией тоже через этот же самый виджет сделать. Да, возникают проблемы со шрифтами, не все шрифты здесь корректно отображаются, или очень стандартные, да, или можно как бы окружать как изображение. Я использовала стандартные шрифты, стандартно вот у меня так получилось, как сейчас на слайде это выглядит. Ну, а вообще эффект производит интересный, легко вставляется на сайт и в блог, можно демонстрировать читателям. Ну, вот без этого сервиса уже никак мимо не пройдешь, он очень хорошо известен всем. Ссылку сейчас я вам отправлю. Я специально подобрала достаточно много вариантов, чтобы каждый из присутствующих мог себе что-то выбрать. Что-то кому-то больше нравится, что-то меньше, а по возможностям и задачам, я думаю, можно подобрать. Вот ссылку я вам сейчас послала. Эта выставка сделана в сервисе, который называется Prezi. Достаточно долго он уже существует, очень хорошо известен. Он создает так называемые летающие презентации. Там анимированные переходы между слайдами, увеличение, уменьшение масштаба. Вы постоянно перелетаете с места на место, поэтому сервис назвали летающим. Ну, вот пример я вам послала в чат книги для хорошего настроения. Как таковых здесь вот слайдов нету. Если посмотрите на рабочее поле, здесь какие-то кружочки, рамочки, в которые уже вставляются объекты. Вы можете выбрать или шаблон для оформления, либо начать презентацию создавать с нуля. Для тех, кто только начинает, я советую выбрать шаблон, потому что с первой попытки не очень быстро можно разобраться. У меня достаточно долго этот процесс занял, разбора с этим сервисом. Но результат получается очень интересный. Раньше можно было даже скачать эту презентацию к себе и демонстрировать ее оффлайн. К сожалению, сейчас эта функция платная. А вообще вся работа складывается вот из кнопочки, которая называется Insert. Эта кнопка добавляет разный контент. Сюда можно добавить и картинки, и видео, и аудио, и текстовые надписи, конечно же. Вы можете настроить дополнительно связи между элементами, с какого элемента на какой перескакивать, поменять, допустим, порядок следования слайдов, выбрать шаблон оформления темы. Вот они с правой стороны различные темы оформления. Отрегулировать там масштаб, приближение, уменьшение. В общем, здесь достаточно интересно работать. Шаблонов тоже достаточное количество, поэтому есть смысл этот сервис и дальше использовать, и пробовать. То, что я вам сейчас показываю на экране, это традиционный Prezi, Prezi Classic. Сейчас, на сегодняшний момент, доступен еще один вариант Prezi New, который усиленно рекламируется. Если первый, предыдущий, он работал по технологии Flash, которую сейчас объявили умирающие, и постепенно переходит на другие форматы, то Prezi New работает по технологии HTML5, извините, если я немножко ошиблась в произношении, Эта технология более скоростная, создатели утверждают, что теперь презентации будут доступны на всех устройствах, в том числе и на мобильных, и корректно будут отображаться. Сервис стал, правда, быстрее работать, вот по резинью работать быстрее оказалось. Здесь шаблоны остались практически те же, плюс еще новые добавили. Сейчас здесь около ста шаблонов, которые можно использовать. Единственное, что здесь нельзя по своему усмотрению работать, то есть обязательно какой-то шаблон. А так все та же кнопочка Insert добавляет элементы на слайды, и плюс кнопочка Topic, она внизу добавляет новые слайды, на которых размещается информация. А так, в принципе, все те же остались. Prezi все так же продолжает хорошо и качественно выполнять свою работу. Поэтому есть смысл с этим сервисом тоже поближе познакомиться. Если продолжить тему интерактивности, выставки виртуальные хороши тем, что они еще могут быть интерактивные. То есть здесь вы можете получать какую-то обратную связь от своих читателей. Вот еще один сервис, IH5P, который я люблю, он как раз позволяет создавать разные виды интерактивностей. В чате пишут, что звук пропадает периодически, но вот я надеюсь, что только у некоторых. Будут ли ссылки доступны после вебинара? Да, они будут доступны. Вы сейчас можете, немножко отвлекусь уже, раз вопрос поступил, пока со звуком и разбирается, и все грузится. Вы можете в папке ресурсы скачать две презентации. Одна та, которую я вам сейчас демонстрирую, а вторая называется 27 онлайн сервисов для создания виртуальных выставок. Там все ссылки, которые я вам сейчас в чат отправляю, плюс еще что-то дополнительное. То, что в наш вебинар сегодня не успеет войти. Вот все ссылки там находятся, и вы можете уже после презентации с ними знакомиться. Да, звук может пропасть, если ссылки открываются, все верно, и тогда просто памяти компьютеру не хватает для всего. Ну вот, возвращаясь вот к этому сервису с коротким названием, он создает разные виды интерактивности. В том числе у него есть шаблон, называется «Course Presentation» для создания интерактивных презентаций. Вы получаете точно такие же слайды, как в PowerPoint, а затем начинаете добавлять сюда контент. Посмотрите, здесь огромное количество всего, чего можно только представить, что можно добавить в эту презентацию, не уместились на одном слайде, пришлось вот на двух размещать. Здесь можно и традиционные добавить тексты, изображения, ссылки, видео, аудио, плюс различные виды заданий и упражнений, особенно актуальность презентации для детской, школьной библиотеки. Здесь есть упражнение «Заполни пропуски», «Вставь слова», много разных викторин, вариантов ответа, например, «Правда» или «Ложь» с несколькими правильными ответами, с одним правильным ответом. Так называемый диалог карты – это такие вращающиеся флеш-карточки, которые с одной стороны вопрос, а с другой стороны ответ для самопроверки. Можно таблицы, интерактивное видео добавлять, различные сообщения из социальных сетей, можно даже чат организовать для обсуждения выставки. Можно добавить так называемый интерактивный текст, он в виде окошечка будет отображаться, прямо в самой презентации в это окошечко читатели могут вписывать какие-то свои комментарии. И все это работает, все это бесплатно, и все это в неограниченном количестве. Единственное, здесь достаточно сложный сам процесс регистрации, но все остальное оправдывается. Причем здесь удобство в том, что вам не нужно все вот эти игры-упражнения создавать заранее. Вы просто нажимаете соответствующую кнопку, вам тут же открывается шаблон, вы его заполняете, и у вас игра получается. Вот я вам ссылку добавила в чат про книги Носова. Там, если полистаете ее, там встречаются викторины, на которые можно отвечать. Еще есть такая дополнительная функция. Если у вас таких викторин несколько по ходу презентации, то в конце можно слайд добавить, и на этом слайде читателю выведется его счет, с каким счетом он закончил просмотр выставки, на какие вопросы он ответил и сколько получил в итоге баллов. Тоже интересный вариант такой соревновательности. Ну и еще плюс, здесь можно устроить навигацию, но этим уже сейчас никого не удивишь, просто сделать меню выставки и по этому меню перемещаться, попадая в нужный раздел сразу, а не перелистывая все. Давайте перейдем уже к выставкам, созданными по видеотехнологиям. Как правило, вот такие вот выставки в виде слайд-шоу, они создаются для рекламы книг. Сюда загружаются обложки книжек, которые мы хотим прорекламировать. Текст, как правило, здесь не очень большой, небольшие текстовые подписи с названиями книг, с какими-то комментариями. Здесь все-таки упор делается на визуальную составляющую, на обложке книг. Я вам несколько сервисов покажу для создания таких выставок. Первый сервис сразу необычный, Banner Snack он называется. Вообще он существует для создания рекламных баннеров, но почему бы его не использовать для виртуальных выставок. Принцип работы в PowerPoint похожий. Вы тоже получаете слайды, только они внизу находятся. Добавляете новый, а на слайды наносите различные объекты. Тексты, картинки, видео можно добавить. Тексты можно редактировать, картинки увеличивать, уменьшать. Можно заливать фон, выбирать какой-то уже готовый шаблон из предложенных. У этого баннера можно изменить размер или под свойственный блок подстроить под сайт, или взять что-то из шаблонов. То есть здесь настройки очень-очень хорошие. У меня баннер небольшой, вот ссылка вам дала, он небольшой по размеру, но это все потому, что он в блоге у нас был пристроен. А так вы можете хоть на весь сайт растянуть баннер. Это можно, кстати, не только для виртуальных выставок делать. Можно, например, какие-то рекламные акции. Он ненавязчиво у вас будет на сайте или в блоге мигать, привлекая внимание читателей. И они по этому баннеру. К баннеру, конечно же, можно прикрепить гиперссылку. И нажимая на баннер, читатель попадает на страничку, вот той самой рекламной акции, которую вы рекламируете. Сервис интересный, единственный недостаток, опять-таки, английский язык. И второе, что здесь можно создать только 10 таких выставок с одного аккаунта. А так все остальное работает, правда, быстро, и особых сложностей не должно возникнуть. Еще один простой вариант. Сервис называется PhotoPitch. Фотоперсик. Ссылку сейчас я сразу вам отправлю. Выбрала тоже что-то интересненькое, неожиданное. Фотопитч. Сервис для создания слайд-шоу, куда можно вставить обложки книг в том числе. Для каждой картинки можно подобрать текстовую надпись. Я открыла вам рабочее поле, как оно сейчас выглядит у сервиса. Надпись может быть bottom, это внизу. Center, это, соответственно, по центру. Ну и, наконец, последнее нововведение в этом сервисе, можно добавить даже опрос. Вот викторину, например, когда основан Мурманск. Я попробовала ее добавить. В какой-то обложке книги ее можно прикрепить. После создания, вот все, о чем я вам рассказываю, после создания всех этих ваших выставок, вы получаете код для встраивания выставки на сайт или в блог. Либо вы получаете просто ссылку прямую, и этой ссылкой делитесь с читателями. Тут два варианта. Все это очень хорошо размещается. Ну, вот это, собственно, касается и фото-пича. Сколько он сохраняет по времени, а все это зависит от количества ваших фотографий, которые вы в него загружаете. Как правило, достаточно быстро справляется со своим возможностям. Вот я 30 фотографий загрузила, он форматировал это, ну, может быть, минут 5. Как-то так получилось в среднем. Раньше у него были ограничения до 15 фотографий, сейчас уже стало можно больше. И плюс вот еще опрос можно добавить. Одну и ту же выставку вы можете демонстрировать в двух форматах. Я вам послала формат, который называется «Спираль» или «Фотокарусель». А там же внизу можно переключить на другой формат, он называется «Стори». Это обычное слайд-шоу. И так, и так, можно показывать и то, и другое для читателей. Другой вариант. Еще один сервис для создания онлайн-слайд-шоу. Называется он «Про шоу веб». Вообще, это программное обеспечение, но у него есть вот веб-версия. Вот, кстати, спасибо, уже кто-то начал делиться ссылками. Я очень рада, что вы начали делиться. Я все ждала, когда же кто-нибудь похвастается своей виртуальной выставкой. Очень рада, что вы подключились к работе. Здорово. Если у кого-то под рукой здесь еще есть какие-то варианты ваших виртуальных выставок, вы можете добавлять их в чат. Я думаю, остальным слушателям, зрителям будет интересно посмотреть, как это выглядит. Возвращаясь к «Про шоу веб», это сервис для создания онлайн-слайд-шоу. Они утверждают, что за несколько секунд можно создать что-то совершенно уникальное. На этом сервисе вы можете создать слайд-шоу из 15 фотографий, из 15 слайдов. Делается все точно так же, как в фото-пиче. То есть вы загружаете сначала фотографии, потом выбираете шаблон для оформления, накладываете музыку. Здесь есть около 600 музыкальных треков, около 100 шаблонов, которые можно использовать для работы. И вы еще плюс между слайдами получаются анимационные эффекты, которые, если вам что-то не нравится, вы можете их вручную еще и настроить. Тут большой список анимационных эффектов еще прилагается. Вообще сервис интересный, красивый на выходе продукт выходит. И большой плюс, что это можно еще на свой компьютер скачать. То есть вы можете это не только в онлайне, допустим, на YouTube экспортировать, как я вам сейчас ссылку дала, но можете еще и у себя на компьютере сохранить. Это тоже плюс. Минус теперь. Теперь минус. Ну, во-первых, то, что всего 15 фотографий можно. И второй минус, он не воспринимает кириллицу в сервис. То есть вы можете какой-то текстовый слайд создать, вроде как он будет отображаться. Но когда вы смонтируете вашу презентацию, то текст исчезнет или вместо него появятся вопросительные знаки. Это плохо. Поэтому мы когда собирали такие выставки, мы просто текст сохраняли в PowerPoint как картинку. И вот как картинку ее и загружали сюда. Ну, вот это тоже вариант работы. Спасибо большое. Подключились читатели, слушатели наши. Спасибо. Вы можете не только ссылками делиться, но и свои комментарии по поводу сервисов оставлять. Было бы здорово. Идем дальше. Сервис Анимото. Очень хороший сервис. Мне он очень нравится. Поэтому, естественно, обойти своим вниманием не могла. Сейчас ссылку, как всегда, отправлю в чат, чтобы могли посмотреть, как это выглядит. Тоже сервис для создания слайд-шоу. Здесь большое количество шаблонов, анимационных эффектов. Все выглядит очень стильно и красиво. Теперь несколько слов о самом аккаунте в Анимото. Дело в том, что если вы только на сайт на этот выйдете, то заметите, что там бесплатный аккаунт какой-то очень скучный. То есть вам предложат создать видео 30-секундное в плохом качестве с введенным знаком. Это, конечно, не есть хорошо. Поэтому я вам рекомендую обратиться к образовательному аккаунту. Он называется Animoto.edu или Animoto for Education. На слайде презентации, который я вам показываю, который можно будет скачать, если вы нажмете на надпись Animoto, то как раз вам откроется окошко для регистрации вот этого самого образовательного аккаунта. Он позволяет создавать с одним введенным знаком, но он будет в конце, он не будет мешать просмотру. И неограниченное число фотографий, текстов и не 30 секунд, а больше видео по формату. Поэтому вот хороший вариант такой аккаунт себе завести. Что для этого нужно? Конечно, здорово, если вы работаете в учебном заведении. При регистрации просто нужно будет указать ваше место работы, учебное заведение, предмет, который вы преподаете. Здорово, если вы работаете в учебном заведении, вообще проблем тогда не возникнет. Если вы работаете просто в муниципальной библиотеке, то можно немножко схитрить. Я, например, написала свое прежнее место работы, школу и предмет, который преподавал литературу. В некоммерческих целях, я думаю, здесь ничего страшного не будет, если мы этот аккаунт себе заведем. Он выдается на 180 дней. Если закончится, вам предложат его продлить. Это все бесплатно. Просто продлеваете и продолжаете работать с сервисом. Если вам он понравится, то, я думаю, это имеет смысл сделать. Работа получается интересная. Здесь большое количество шаблонов. Часть, конечно, платная, но даже бесплатно хватает, чтобы красивое слайд-шоу создавать. Я их насчитала 77. Более 100 музыкальных треков. Можно загрузить даже свою музыку. На основе своей музыки делать презентации. А так, принцип работы все тот же. Загружаете фотографии, выбираете шаблон для оформления, добавляете тексты, если это необходимо, и сохраняете. Идем дальше. Выставки «Ментальный карт». Это тоже интересный формат для создания выставки, особенно если вы, например, создаете выставку одной книги. Что такое вообще «Ментальная карта»? «Ментальная карта» – это такое древо, скажем так. В центре располагается, например, обложка книги или какая-то центральная проблема вашей выставки. А дальше в виде древа, в виде вот таких вот ветвистых разветвлений различные дополнительные вспомогательные материалы располагаются. Например, если у вас в центре обложка книги, то с одной стороны у вас будет информация об авторе, с другой стороны, допустим, жанр книги, дата создания, герои, прототипы, какие-то экранизации, возможно. Ну, в общем, все-все-все, что с книгой связано. Вариантов создания вот таких вот «Ментальных карт» достаточно много. К сожалению, большая часть из них платная. Вот нашла две условно-бесплатных. Вариации, они друг на друга очень похожи. «Майдмейстер» – это сервис для создания «Ментальных карт», по-другому еще их «Интеллект-карты» называют. После регистрации вам предложат вот такой бесконечный лист, на котором вы можете располагать свой контент. В центре блока, например, помещайте обложку книги или какую-то тему, а с разных сторон тут разветвление будет идти. И вы можете добавлять сюда свои фотографии, видео, текстовые какие-то надписи, ссылки, естественно, прикреплять, потому что чаще всего в виде «Ментальных карт» оформляют еще и выставки разных полезных ресурсов, например, электронных. Ну, и, конечно, можно выбрать оформление, заливку фона и разные другие дополнительные функции. Здесь всего две кнопки, в них несложно разобраться. Плюсик добавляет новый объект, а вот значок со стрелочкой добавляет связи между элементами. Единственный недостаток – здесь три только карты можно создать. Плюсом будет то, что здесь можно организовать совместную работу над одной этой картой, над одной выставкой, например, вместе с читателями, пригласить их в творчество. Другой сервис, сейчас ссылку сразу отправлю, похожий. Если вы с Майдмейстером, например, закончили, и у вас закончился там бесплатный аккаунт, можно переключиться на сервис Миндома. Они вот очень-очень похожи, как близнецы-братья. Миндома, к тому же, еще сейчас на русский язык переведен, поэтому стало здесь еще проще работать. Меню просто немножко поменялось, но справа переместилось налево. Ну, а смысл все тот же самый. Плюс добавляют элементы, стрелочка добавляет связи между этими элементами. Вы можете добавить сюда опять-таки тексты, гиперссылки, видеоизображения. Видео, как правило, добавляется из Ютуба по ссылке. Можете какие-то комментарии добавлять к этой выставке и опять-таки приглашать читателей к совместному творчеству. Для варианта, например, выставки одной книги, я думаю, очень здорово. Иногда, редко, правда, но выставки получаются интересными. Я думаю, вы со мной согласитесь. Сейчас я ссылку пошлю. Иногда для создания виртуальных выставок используют совсем уж необычные сервисы, например, так называемые сервисы виртуальной доски. Вообще виртуальные доски – это такие бесконечные листы или бесконечные доски, на которых можно организовывать совместную работу. Но чаще всего их используют, например, для какого-нибудь мозгового штурма. То есть вот собирается виртуально несколько человек и набрасывают свои идеи, крепят их к этой доске и получается вот в итоге какой-то список идей, какие-то замечания, комментарии, предложения. В общем, чтобы собрать много-много разных замечаний, совершенно разных, на одном месте, можно использовать виртуальную доску. Все ссылки, которые я кидаю в чат, можно после вебинара встретить в моих презентациях. А вот все, кто по ходу, вам придется их копировать, чтобы сохранить. И где-то у себя сохранить в документе, чтобы посмотреть. Давайте посмотрим парочку таких интересных сервисов. Их странно бы не использовать, потому что они бесплатные. И потому что для работы в этих сервисах иногда просто не нужна регистрация. Ссылку, которую я вам послала, это сервис Padlet. Я думаю, достаточно известен. Сервис для создания виртуальных досок, на который можно размещать самый разный контент. Он на русском языке. Здесь можно к этой доске прикрепить ссылку, целую страницу, документ, фото, видео, песню, музыку, какие-то другие объекты по ссылкам. То есть практически 100% контента здесь сохраняется. Для чего можно такие виртуальные доски использовать? Например, совместная работа с читателями. Сейчас это последний тренд, скажем так, совместной выставки. Вот вы читателям рассылаете ссылку на такую виртуальную доску, и они туда, на этой доске, сохраняют какой-то свой контент. Ну, самый простой пример, например, выставка отзывов читательских на книгу. Они туда свои отзывы оставляют. Вы можете настроить аккаунт так, что не нужна регистрация. То есть читатели просто заходят и начинают редактировать. Нажимают в любое место этой интерактивной доски и оставляют там свои комментарии. Это очень здорово, удобно. Другой сервис, который для меня стал открытием, у меня их было несколько в этом году. Вот один из них – это LinoIt. Сейчас я вам ссылку отправлю, чтобы вы могли посмотреть, как это выглядит. Это все та же самая виртуальная доска, только с помощью стикеров. Вы берете стикер, он с правой стороны находится, прикрепляете его к доске. Да-да-да, квилт, кто-то подсказывает, что иногда это квилтом называют. И на этом стикере оставляете какое-то текстовое сообщение. Можно прикрепить картинку, можно ссылку, можно видео из YouTube, допустим. И все это размещается на виртуальной доске. Я вот в качестве эксперимента такую виртуальную доску создала. Пример я вам отправила – это выставка детских рисунков. Читатели библиотеки создавали рисунки по книгам, а потом крепили их самостоятельно на доску. Я вам предложу сейчас сделать нечто подобное. Рисовать, конечно, не будем. Я создала вот такую виртуальную выставку. У нас на вебинаре не так уж много времени осталось, поэтому я вот ее создала. По ходу вебинара эта выставка сейчас открытая. Вы можете совершенно спокойно сейчас взять стикер, что-то на нем написать и здесь опубликовать. Для этого есть кнопка «Пост». Я создала выставку, прочитала и вам советую. Я вам даже одну книжечку там прикрепила в качестве примера. Я вам предлагаю на стикере сейчас попробовать, почувствуя себя создателями выставки, что-то написать, название книги, например, которое вы сейчас читаете или которое вас в последнее время очаровало, заинтриговало, которое бы вы могли посоветовать другим. Ну, это все, конечно, эксперимент. Я никого это не заставляю делать, просто интересно. Если вы хотите сами попробовать, как это работает, то вот, пожалуйста, пробуйте. А в конце вебинара мы посмотрим, что у нас получилось. Все здесь просто. Здесь кнопочка «Пост», она опубликует. Если вы хотите стикер свой удалить, там будет в правом нижнем углу стрелочка вниз. Вот если на нее нажмете, то стикер исчезнет. Вот и все очень просто. Я вас приглашаю попробовать. А пока мы пробуем, я вам расскажу еще о выставках-плакатах. К сожалению, по временем немножко не уложилась. Хотелось рассказать много-много всего. У нас осталось уже меньше пяти минут. Выставка-плакат. Что же это такое? Это изображение. Еще по-другому его называют. Интерактивное изображение или интерактивный плакат. На него наносят разные метки интерактивные. Нажимая на эти метки, читатели переходят на различные интернет-ресурсы, открывают изображения, тексты, видео, аудио прослушивают. С помощью таких меток можно организовать очень симпатичную выставку. Можно и выставку одной книги. Например, взять обложку книги и на нее нанести метки, связанные как раз с этой книгой. Вот пример я вам сейчас пошлю. Вот так вот, например, это может выглядеть. Либо можно взять вообще какую-нибудь нейтральную подложку и на нее наносить метки, написать там фамилию, имя, отчество писателя, название книги и просто на какую-то подложку нанести вот так. Интерактивные метки тоже вариант. А можно сделать проще, еще проще, сфотографировать вашу настоящую выставку, которая стоит в библиотеке, и на нее нанести интерактивные метки. И у вас выставка реальная, переедет в виртуал, станет виртуальной. Я вам сейчас все три варианта покажу. Ну, первый я уже в чат послала. Это сервис ThinkLink. Очень удобный сервис, много выставок в нем делают. Все верно. Здесь все очень просто. Вот примерчик. Мы делали выставку совместную на Вики-Сибириаде по известным ученым. Наносили метки. Наносите метки, к ней можно прикрепить тексты, ссылки и видео, например. Правда, возможностей у сервиса, к сожалению, осталось немного. Его очень сильно монетизировали. Но все равно он работает. И все равно это здорово, потому что здесь есть еще и совместная работа. Альтернативы ThinkLink. Ну, все тот же H5P, куда без него. Он предлагает интерактивные изображения тоже создавать. Вот как раз вариант с нейтральной подложкой. Выставка «Широкая масленица», нейтральная подложка, изображающая празднование масленицы. На ней просто интерактивные метки нанесены, которые рассказывают об этом празднике. Здесь немножко другой вариант работы. Здесь вам дают шаблон. Вы даете название вашей карте, вашему плакату. Выбираете тип контента. Их тут три. Текст, изображение или видео. Ну, плюс к тексту вы можете еще и ссылки добавлять. Добавляете контент, добавляете новую ссылку. И когда вы все-все-все ссылки нанесли, просто нажимаете «Save», сохраните у вас, плакат получится. Сервис бесплатный, все возможности бесплатны, количество неограничено созданных работ. И еще большой плюс, здесь к одной метке можно добавить сразу много-много разных видов контента. Вы можете добавить к одной метке хоть три видео, или видео изображения и текст, или три картинки одну за другой. То есть здесь может быть бесконечное такое поле для экспериментов. Так, вопрос возник. А не могли бы вы разместить на сайте? А вот я не знаю, на каком бы я сайте это смогла бы разместить. Я могу вам прислать на почту. Эти ссылки опубликованы в сети, просто на сайте я не знаю, где и как. А вот если вы после окончания вебинара мне напишите по электронной почте, я вам все ссылочки прошлю, и вы можете совершенно спокойно все использовать. Это для тех, кто не успел скачать, не успел подключиться, или у кого не получилось. Поэтому после вебинара обращайтесь, пожалуйста, буду рада. Ну вот еще одно открытие этого года. Не могу не рассказать о нем, и не могу не похвастаться. Две выставки мы сделали с помощью этого сервиса. Называется он Genial.lo. Или Genial.ly. Сервис вообще совершенно потрясающий. Здесь огромное количество возможностей, в частности для создания интерактивных плакатов. Вот это вариант, когда мы сфотографировали реально действующую выставку в библиотеке и нанесли на нее электронные метки. Здесь можно добавлять тексты, изображения, анимацию. Причем анимацию совершенно потрясающего вида. У вас эти метки могут двигаться, перемещаться, появляться, исчезать, при нажатии менять цвет. В общем, тут огромное количество можно что придумать. Кроме того, можно добавлять встраиваемые объекты. Например, мы добавляли аудио-видео в больших количествах, аудиоплеер, например, с помощью кода добавили. И вот второй вариант я как раз вам покажу, где мы добавляли аудио в виде плеера. Это выставка-фотосушка. Фотография, к ней стихотворение, это стихотворение еще и озвученное. Можете открыть, посмотреть. Вот кто с ними работал, тот, да, оставляет комментарий. Людмила Борисовна, вижу ваш комментарий, да, здорово, что вам понравилось. Сервис отличный, единственное, что, к сожалению, на английском языке. Можно попробовать в Google переводчики перевести. А так, в общем-то, он не очень сложный, здесь легко разобраться. Просто выбираете метку, к ней прикрепляете контент, сохраняете. Я написала довольно подробную мастерилку. Если кому-то это будет интересно, опять-таки ссылки на обучающие материалы, они все есть в презентациях, можете воспользоваться. Это отличный сервис для работы. И кроме того, что он как раз интерактивный, плакаты создают бесплатно. А идеи здорово, что они возникают. Но еще в этом сервисе покажу вам еще одну возможность. Можно еще больше нарастить объемы. Можно создать многостраничный интерактивный плакат. Будет что-то среднее между презентацией и плакатом. Вот примерно в Кузнецкой библиотеке по памятникам природы они сделали. Вот это вот, да, это тоже красиво получается, интересно. Презентации можно скачать в папке ресурсы, которая сейчас находится от вас, но с правой стороны должна находиться. Там, если откроете, две презентации есть, ту, которую я вам показываю, и та справочная, со ссылками и учебными материалами. Вот эту и другую можно скачать к себе на компьютер. Так что я вам рекомендую. Это вот отлично. Отличный сервис. Вот настоящее чудо. Ну, если так, я бы топ составляла, лучший сервис этого года, да. Ну, и у нас осталось несколько минут. Я вам расскажу уже о таких экзотических выставках. Это уже как дополнительные материалы пошли. Выставки музыкальные. Можно создавать свои аудиотреки и тоже делать из них такие выставки. Для нас это актуально. У нас есть аудиостудия, которая занимается записью отрывков из стихотворений и постановок различных. Аудиопостановок. Вот это все можно записать и выложить в виде трека. И из этих треков потом создать коллекцию. Единственное, что их предварительно нужно опубликовать на YouTube. А потом с YouTube в сервис подснэк загрузить и выбрать какой-то вариант оформления. Вот сейчас я вам ссылку дала, там вариант оформления называется «Карусель». В виде вот такого плейлиста, который можно перелистывать. Вы можете какое-то свое оформление выбрать. И после этого получаете код или ссылку. И этим всем можно в сети делиться. Единственный недостаток вот этих сервисов, то, что они платные. Здесь можно только 5 плейлистов создать, и в каждом по 5 треков. Ну, какие-то подборки, например, для своих читателей создавать. Например, вот по стихам Пушкина, на какую-то тематику, может быть. Это здорово, это, мне кажется, можно использовать. А еще вот для работы, например, с детьми в детских библиотеках можно использовать вот этот сервис – Playcast. Это сервис для создания тех самых выставок-открыток, о которых я в самом начале говорила. Такой небольшой квадратный слайд вы получаете, и на нем вы наносите какой-то свой контент. Если вы нажмете на дискетку сбоку, с левой стороны, то у вас презентация будет скачиваться. Посмотрите, пожалуйста. Вы в этот вот Playcast можете добавлять картинки, загружать музыкальный файл, фоновое оформление выбрать, либо шаблон, либо свое. Вот у нас уже есть подсказки, что его используют в виде конкурсов. Да, вот как раз он для конкурсов идеально подходит. Вообще, дети очень любят создавать какие-то такие творческие работы. Вот для конкурсов это здорово. Например, конкурс стихов о природе, допустим. Вот каждый читает стихотворение, сохраняет, и вот такой Playcast шлет на конкурс. Это не просто какой-то аудиофайл, а тут вот все так красиво оформлено. Мне кажется, это вызовет даже больше интереса, чем просто пришли аудиофайлы. Это не так, мне кажется, интересно. Ну вот для школьной детской выставки это, наверное, хороший вариант. Ну и в заключении расскажу вам о выставках, которые можно создавать по электронным ресурсам. Так называемые выставки-коллекции. Вообще, это очень востребованный, мне кажется, вид выставок, как я себе это вижу, потому что ссылки на различные полезные веб-ресурсы – это всегда здорово. Я начала составлять такие подборки уже довольно давно. Вот я вам ссылку послала, например, такой подборки образовательных каналов на YouTube. Она, правда, еще недостаточно оформлена, но как вот эскиз к такой выставке, как пример. Сервисы для создания таких подборок я знаю два. Оба они уже на русском языке – Pinterest и Pin.me. В принципе, работы один и тот же. Вы получаете после создания аккаунта, создаете какую-то коллекцию свою, и в эту коллекцию добавляете ссылки. Они называются пины. Вы эти пины прикрепляете, вы можете создать несколько коллекций, несколько папок, и внутри каждой папки можете что-то свое собирать, интересное только вам. Внутри этих сервисов можно делиться, можно подписываться на какие-то коллекции, которые вам нравятся, и следить за тем, как они пополняются. Вам будут, может быть, даже на почту приходить уведомления, вам какие-то пины будут рекомендовать. Здесь что-то наподобие социальной сети уже начало развиваться, и в том и в другом сервисе. Ну, как это можно использовать в библиотеке? Например, собирать разные полезные ссылки, вот, например, в частности, то, что у вас требовано. По различным правовым сайтам и базам данных собирать, например, ссылки полезных ресурсов на различные правовые документы для малоимущих семей, для пенсионеров, для многодетных семей. Потому что вот такие запросы в библиотеке постоянно есть, а если у вас под рукой есть папочка, вот с такими вот подобранными ссылками, это здорово, это можно использовать. Одновременно у вас будет и выставка, и библиографическое информирование читателей. Ой, не библиографическое, а информирование читателей просто. Можно, например, там какие-то полезные ссылки для учителей собирать, для тех, кто готовится к ЕГЭ. Ну, все зависит от специализации вашего отдела, вашей библиотеки. Для читателей, мне кажется, это очень хороший вариант, вы можете рекомендовать. И, собственно, у себя для работы ты тоже собирать. Я вот, например, собираю там коллекцию на экране, например, сервисы для создания презентации. У меня там какое-то определенное количество ссылок есть. Вы всегда к нему имеете доступ с любого компьютера, вы можете их публиковать, вы можете делиться ими в сети, и на сайте, и в блоге тоже рекламировать. Вот на этой оптимистической ноте я мой сегодняшний вебинар заканчиваю, немножко перебрала по времени, но я надеюсь, что вы не в обиде. Все ссылки, которые я публиковала в чате, все можно увидеть в презентации 27 онлайн-инструментов для виртуальных выставок. Пожалуйста, скачивайте, пользуйтесь. Есть электронная почта, вы можете мне написать, если что-то не получилось, или что-то еще хотите уточнить, пожалуйста, тоже пишите. Еще, наверное, несколько минут у нас есть. Если кто-то что-то не успел, то было бы здорово. Мы посмотрим, что у нас получилось с Линаид. Я надеюсь, что вы оставили какие-то свои впечатления на этой доске, попробовали прикреплять стикеры. Здорово, что вам понравилось. Спасибо вам большое за внимание, что вы до конца остались, досидели. Спасибо. Мне с вами было интересно и не скучно сегодня. Я вас приглашаю уже в следующем году на вебинары. Да, мне знакомо средство свай, но я его не использовала. Хотела включить, но поскольку я с ним еще не очень хорошо работаю, поэтому оставила на будущее. Да, знакомо мне это средство, все верно, но я только в процессе освоения. Как только я о нем что-то подробнее узнаю, я, конечно, расскажу. Спасибо большое за внимание. Приглашаю вас в январе. Мы будем говорить об электронных играх в библиотеке. Спасибо. 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 Уважаемые коллеги, спасибо вам за то, что вы были с нами в таком большом количестве. Сегодня был, повторяю, аншлаг. Спасибо Марине Анатольевне за замечательный, как всегда, вебинар. В конце нашего вебинара хочу еще раз дать ссылки на наши следующие три вебинара. Приходите, будет тоже интересно. И вы узнаете много нового. Ну, а сейчас хочу с вами проститься. До завтра. Завтра мой вебинар, где мы с вами поговорим о новых выпусках Ортотеки. Что ж, спасибо вам за внимание. В конце этой недели будет запись данного вебинара на YouTube. Вы сможете ее посмотреть и показать тем, кто не смог до нас сегодня дойти. Всего хорошего. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok